Добрый вечер в эфире Ошакбаев Лайф. В Казахстане снова введены ограничения в связи с новым ростом заболеваемости коронавирусом. И для того, чтобы малый и средний бизнес хоть как-то мог продолжить свою работу в этих условиях, ему предлагается применять мобильное приложение Ашик. Премьер-министр Аскар Мамин на текущей неделе поручил внедрить проект Ашик во всех регионах Казахстана уже до конца апреля. Мобильное приложение Ашик было разработано отечественной IT-компанией по заказу Министерства цифрового развития Минздрава совместно с НПП «Тамикен». И по задумке разработчиков, через QR-коды субъекты бизнеса могут видеть цифровой статус своих посетителей и ограничивать доступ к болеющим и контактным. О том, в какой степени поможет бизнесу применение этого проекта, с какими трудностями столкнулись и разработчики, и предприниматели, мы поговорим с гостями сегодняшнего эфира. С заместителем председателя правления НПП «Тамикен» Юлией Якубаевой. С заместителем директора ТО «Диджитал инновэйшн энд трансформэйшн» разработчик приложения Ашик Виталием Пустовойтенко. Основателем группы компании «Учет КИЗ», председателем рекс-совета Палаты предпринимателей Алматы Максимом Барышевым. И экспертом в области цифровизации бизнеса Вячеславом Поповым. Добрый вечер. Спасибо большое, что нашли время прийти в наш прямой эфир. Ну, в первую очередь, наверное, Юлия Константиновна, предложу вам рассказать кратко и емко для тех зрителей, которые еще не сталкивались с этим приложением. Что это за приложение? Каким образом оно помогает сейчас бизнесу? Да, действительно, мы начали пилотный проект по внедрению пилотного проекта Ашик 17 января. Создан проектный офис с участием Министерства здравоохранения, Министерства цифрового развития. И вот, ну, по сути, мы, как Атамикен. На площадке региональной палаты Алматы еще в декабре звучало предложение тех видов бизнеса, которые закрыты до сих пор и не работали к тому моменту уже 11 месяцев. О том, что, окей, мы готовы внедрять дополнительные инструменты цифрового мониторинга. Окей, мы готовы быть более прозрачны для проверяющих, но откройте нас, мы хотим работать, мы не хотим работать в тени, нам нужно содержать свои коллективы. Поэтому вот здесь на помощь нам пришел Виталий со своим техническим решением, и мы решили попробовать, действительно, почему бы и нет. Мобильное приложение Ашик, оно призвано в соответствии с тем, что оно интегрировано с базой Министерства здравоохранения по, значит, вы сказали, больным, правильно говорить, оказывается, инфицированным, да, поинфицированным и контактным. То есть призвано, чтобы вот конкретно вот эти люди были ограничены в посещении на объект, для того, чтобы была обеспечена безопасность. То есть, если я правильно понимаю, соответственно, базово бизнесу запрещено работать, потому что обеспечивается скопление людей, они могут заражать друг друга. Но если они применяют это приложение, таким образом оно позволит им не допускать к себе на объект в ресторан, кафе, магазин контактных, либо инфицированных. Да. И они могут работать в отличие от тех, кто не применяет. Да, допустим, вот в субботу, воскресенье фитнес и работают не могут в красной зоне, а по приложению Ашик могут. По предыдущей, да, зоне, по желтой, соответственно. То есть, вот мы подняли статистику, и на сегодня мы можем сказать, что уже свыше 270 человек с красным статусом, да, с инфицированным статусом, они были допущены, были выявлены, да. Таким образом, ну вот если смотреть по тем данным, которые нам дают эпидемиологи, было предотвращено порядка 500 случаев заболевания вирусом. Неплохо. Это только на тех 300 субъектах бизнеса, которые работают в вашем доме. Хорошо, давайте по результатам мы сейчас еще поговорим. Виталий, к вам вопрос, как к разработчику. Как работает приложение, на основе чего присваивается статус посетителю, насколько он будет точен? Спасибо. Работает приложение следующим образом. То есть, у субъекта бизнеса есть QR-код, который он получает на портале Инфоказахстан. Проходит регистрацию, соответственно, выставляет у себя на объекте при входе и при выходе, соответственно, то есть два QR-кода. Посетитель, используя мобильное приложение Ашик, проходит регистрацию в приложении, при первом сканировании вводит свой Инфоказахстан. Идет проверка на соответствие и, соответственно, после этого отображается статус. Какой базе данных он подключается? Статус подключается к двум базам данных. Это база данных всех ПЦР-тестов. То есть, это вообще уникальный на самом деле случай. У нас имеется централизованная база данных, куда все лаборатории поставляют свои результаты исследований. А вторая база данных, это база данных контактных. Это уже база данных эпидемиологов. Сначала мы проверяем, имеется ли наличие теста, является человек инфицированным или нет. Если не является, мы, соответственно, проверяем в базе уже эпидемиологов, является ли он контактным. В случае, если он не является инфицированным и не является контактным, смотрим на последний ПЦР-тест. Если он был отрицательный и не прошло 3 дня, то статус зеленый. А если был положительный? Если был положительный, он сразу красный. Даже если он был положительный год назад или полгода назад? Нет, у него есть период времени, в течение которого эпидемиология снимает. Какой это период времени? Потому что одна из критик, опасений, которые выражают пользователи, о том, что если ты болел, у тебя ПЦР положительный, у тебя всегда будет красный статус. Нет, ну давайте я отвечу. 14 дней длится статус и получается и по красному, и по желтому. Почему? Потому что желтый это инкубационный период, с даты последнего контакта. А красный это период, сколько в среднем длится заболевание. Как правило, по прошествии 14 дней сдается повторный тест. Как правило. Если 14 дней прошло, он превращается в синий статус? Либо в синий, либо в зеленый. Получают 4 статуса. Красный это те, кто находится на амбулаторном лечении, ограничены в передвижении, обязаны соблюдать самоизоляцию. Желтый это контактное лицо. Синий, соответственно, нет ограничений в передвижении. И зеленый это те, у кого ПЦР отрицательный. Правильно? И этот статус тоже длится сколько? Три дня. Три дня всего. Три дня. Поэтому синий больше всего. Синий больше всего. Хорошо, но есть наверняка вероятность того, что какая-то значительная часть людей отсутствует в базе ПЦР и в базе эпидемиологов. И что? Ну, скажем, были случаи, наоборот, очень много случаев наоборот, когда человек сдавал тест, не получив результаты теста, направлялся в фитнес-центр, и как раз-таки там выявлялся случай, что он является красным. Таких случаев было много. По тому, как происходит процесс, насколько я знаю, Минздрав очень сильно работает с лабораториями. Мне просто не секрет. Это базово о том, что количество людей, переболевших коронавирусом или болеющих, оно существенно выше, нежели чем те, которые сдают анализы ПЦР. Ну вот в любом случае, вот я говорю, даже то количество выявленных, оно позволяет не допускать дальнейших каких-то вспышек. И в принципе, вот делать, знаете, какое-то аналитическое заключение, сколько на самом деле и в какие объекты больше ходит красных. Ну вот честно, вот когда мы сейчас запустили туда компьютерные клубы, мы выявили, что в компьютерные клубы красных ходят больше, чем, допустим, в те же самые фитнесы. Почему? Чем это объясняется? Ну, наверное, больной человек не хочет заниматься физкультурой, например, поэтому. Ну просто в компьютерные клубы, как правило, ходят молодежь, дети, подростки. Как выяснилось, нет, взрослые ходят тоже. Взрослые ходят тоже. Есть список, кто обязан установить QR-коды или добровольно? Это абсолютно добровольный вид. То есть здесь даже вот вначале был такой определенный скепсис со стороны бизнеса, и мы решили, что мы сначала все-таки попробуем виды бизнеса с ресепшеном, и там мы проговаривали. И помните, вот этот вот такой был достаточно эпатажный выход InViva, да? Ой, как называется? Алис? Фитнес-клуб, нет, фитнес-клуб, как называется? Инвиктус? Нет, да, Инвиктус, да, это эпатажно они вышли громко через соцсети. Мы выходим из проекта. Сейчас они вернулись. Вернулись? Да, они вернулись. Так же громко? Нет, не громко, но вернулись, работают, в принципе, уже по приложению. То есть там были определенные шероховатости, была доработка, потому что пилотные проекты сейчас уже желающих больше намного. Приложение зарегистрировано 17 декабря 2020 года, последнее обновление 15 февраля 2021 года, свыше 50 тысяч скачиваний, средний балл 2,5, 2800 отзывов. И вот я вижу, какая-то часть категорически 5 ставит оценку, а какая-то часть ставит 1. Чем это объясняется, Виталий? Это Android, да? Да, это Android. Приложение действительно вышло раньше. Мы там больше проходили как раз-таки процедуры безопасности и Apple, и Google, потому что они очень скрупулезно смотрят на вопросы отслеживания и так далее. То есть мы доказывали, что мы действительно, приложение прозрачное, показывать те данные, которые есть. Первый момент, когда приложение запускали, было очень много противников, как раз-таки антивакцинаторов. И, в принципе, тогда и бизнес скептически относился к этому. Но были технические шероховатости тоже. И были технические шероховатости, да. И даже сейчас мы по чатам видим, ребята, давайте это приложение, его надо запретить. Вот в чатах антивакцинаторов... А какой аргумент? Ну, я не знаю, нарушает права, что одяжет завтра. По-честному, Рахим Сакенович, есть в Париже до сих пор люди, которые не любят Эйфелеву башню. Ну, это же как бы известно. То есть никогда вы всем сразу не угодите. Два с половиной лучше, чем один. Мы начинали с одного, помните? Лучше. Стало лучше. Хорошо. Если делать обзор мировой практики по поводу возможных цифровых решений, в том числе мобильных приложений, которые позволяют ограничить распространение коронавируса, является ли подобное приложение, есть ли аналоги, является ли оно такой ultimate solution, окончательно исчерпывающим решением? Есть аналоговое решение, есть в Турции решение, там оно применяется более широко. Мы решили так широко не ходить, как в Турции. То есть у них там и в ТРЦ, и везде это все установлено. Есть в Сингапуре, есть в Юго-Восточной Азии, вообще во многих странах установлены аналогичные решения. А еще какие-то подобные решения есть? Не обязательно, которые используют QR-код, но не знаю, определяют ее локацию. Нет, решения вообще нехорошие, да. То есть это трекеры, которые отслеживают местонахождение, там аналоги вплоть до цифровых браслетов. Я считаю, что это недопустимо. А в каких странах это есть? В Китае? Почему? Очень много. Много ли? В Завете, да, трекеры, они очень много. Да, и во Франции, в Европе, везде применялись в свое время. В Эмиратах, кстати, ты приезжаешь, тоже в какой-то момент должен был скачать вот такое приложение. Потом стали более так спокойно на это смотреть. Раньше было... Теперь давайте поговорим немного про правовой статус использования вот этого приложения Ашик. То есть возникает у другой категории населения, там закономерные вопросы, у бизнеса. Почему проект до сих пор не запущен в полную силу? Потому что мы все-таки обкатывали, и есть вопросы по техническим мощностям. Он сейчас будет масштабироваться. То есть мы расширяем совместно с санврачами, проговариваем. Ну вот на какие сферы деятельности изначально распространялось. Это первый этап был фитнес, и спа, бассейны, бани. И что у нас там? Значит, потом стали компьютерные клубы и боулинги, да? Те, которые были совсем запрещенные виды деятельности. Сейчас мы планируем распространить следующим этапом на общепиты, кинотеатры. Значит, театры просятся тоже, концертные залы просятся. Когда это произойдет? Вот, допустим, кинотеатры сейчас закрыты. Нет, кинотеатры здесь закрыты. Не все хотят. Не все хотят. То есть те, кто хочет, сможет, наверное, зайти со следующей недели. Но, учитывая то, что достаточно большое количество вопросов, мы все-таки считаем, что первую неделю надо будет поработать в тестовом режиме. То есть полностью поучиться, действительно, чтобы были чекины, потому что мониторинговые группы, вот по итогам, как раз вы подключили Максима Баршева, по итогам алматинского опыта, они смотрят внимательно, то есть чтобы было соответствие. Были случаи, когда компьютерный клуб, под компьютерный клуб маскировался лотоклуб, да, были случаи, когда зарегистрировались, и там люди не чекинились. То есть чтобы сразу бизнес в течение недели обучился, и потом выдастся постоянный QR и будет работать. Хорошо. Вкратце, правые основания для использования приложения ШИК. Это что, это постановление санврачей? Постановление санврачей, да? То есть если санврач определит, что работать можно с кинотеатром, если вы используете приложение ШИК, они будут работать, правильно? Конечно. Хорошо. В правительстве есть, я так понимаю, полная поддержка, раз премьер-министр дал поручение. Давайте мы подключим к нашей беседе гостей из Алматы, из Стамбула. Максим, к вам вопрос, как к председателю рексовета города Алматы. То есть чтобы были случаи, когда компьютерный клуб маскировался, у предпринимателей по работе приложения ШИК? То есть чтобы сразу бизнес в течение недели обучился, и потом выдаст постоянный... Максим, да. Максим, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие отзывы у предпринимателей, которые сталкивались с использованием этого приложения ОШИК? То есть если санврач определит, что работать... По приложению ОШИК могу сказать, что... Меня слышно? Вас слышно, Максим. Да, по приложению ОШИК могу сказать, что в Алмате пилотный проект проходит вполне хорошо. Вы... Прошу прощения, у нас техническая неполадка, наверное, проблема со связью. Вячеслав Попов. Вячеслав, вы с нами? Да. Вячеслав, вы также как эксперт в области цифровизации. Я попрошу вас дать ваш отзыв на это предложение, и затем, наверное, перейти к тем проблемам, с которыми... с другими проблемами, которые сталкиваются бизнесом в период пандемии и локдауна. Хорошо. Ну, собственно, мнение какое? То есть ОШИК является логическим продолжением проекта Инфо Казахстан. Непосредственно две платформы, они технически взаимодействуют. На Инфо Казахстан предприниматель получает тот самый QR. Наверное, по условиям получения там Юлия Константиновна более подробно расскажет. Но фактически нужно обращаться в РПП для пилотирования. Непосредственно получая QR на сайте Инфо Казахстан, то есть на каждый вход-выход, вы обязаны будете его там разместить на своей входной группе. То есть есть, конечно, определенный... Сначала был определенный скепсис. Сейчас вот видя цифры, действительно, сколько было предотвращено попыток, скажем так, инфицированных попасть в определенные заведения, мы видим определенную эффективность. И бизнес стал как бы поддерживать непосредственно приложение. Да, скептики есть, они всегда есть, шероховатости. Здесь мы хотели бы там поддержать непосредственно разработчиков. Это пилот, он был сделан по-быстрому. И понятно, что все такие решения, они связаны с какими-то шероховатостями. Но сейчас, насколько нам известно, все технические вопросы решены. Фактически приложение показало свою большую эффективность. Ну и со стороны бизнеса сейчас большой объем заявок идет именно на пилотирование в проекте. Ну, замечательно, я думаю, что аргументы в пользу применения этого, они безусловны, понятны. Давайте в оставшееся время, наверное, поговорим о других проблемах, которые есть у бизнеса. Не только связаны с локдауном, но и в целом с пандемией, со всеми другими эффектами, которые есть. Юлия Константиновна, как сейчас себя в общем целый чувствует бизнес? Меры поддержки были в прошлом году, но они закончились в прошлом году. Сейчас новых мер поддержки нет. Да, я не взяла с собой результаты опроса, но на самом деле бизнес чувствует себя, конечно, не очень хорошо, потому что снизилось и количество посещений, особенно в сфере услуг, и средний чек. И, конечно, самая основная задача, в том числе и почему родился этот АШИК, который они просят, они говорят, что, конечно, меры поддержки – это большое спасибо государству и за отсрочки по налогам, и за отсрочки по кредитам, но все-таки возможность работать – это намного большая поддержка. С точки зрения того, какие вопросы сейчас поднимают, ну, по сути, те же самые. То есть это опять и отсрочки по кредитам, и вопросы по новым налоговым режимам, чтобы их немножечко отодвинули, потому что тоже это проблема. И вопросы опять отсрочки по налогам и по оплате, ну, в эти фонды небюджетные. Все как всегда. Все как всегда. 42 500. Те, кто не работает, опять поднимают вопросы. Ну, вероятность того, что будет третья волна выдачи 42 500, насколько высока? Ну, это опять-таки связано с вопросами возможных локдаунов, правильно же? А так, с участием Атамикена действует при правительстве проектный офис, где все эти вопросы обсуждаются. То есть в том числе те вопросы, которые вот Максим Барышев, я не знаю, подключатся, не подключатся, которые вот они в Алма-Ате вырабатывали. Есть вопросы по тарифам, которые так и не решились, то есть по субсидированию тарифов, потому что, ну, те, которые в бизнесе не работали, у них, конечно, там очень много долгов. По разным направлениям накопилось. Давайте попробуем еще раз подключить Максима Барышева. Максим, вы на связи? Да, доброго вечера, я с вами. Слышно ли меня сейчас? Да, вас слышно, пожалуйста, Максим. Да, две недели назад я выступил с предложением по прямому финансированию компаний, которым запрещено работать. Что мы видим в городе Алматы? Пример, рестораны и система общепита. Когда предприятиям запрещают работать в выходные дни, то предприятие выходит в серую и даже в черный бизнес, так называемый. Предприятие начинает работать по ночам. То есть все скопления людей начинаются после закрытия таких ограничений. Не исключаю такой вероятности, что именно в ночное время в этой системе, в системе общепита, возможно заражение, в том числе, коронавирусом. И для того, чтобы не допустить вот таких вот серых и черных схем бизнеса, мной было предложено прямое финансирование бизнеса и финансирование из бюджета. Для того, чтобы бизнес чувствовал себя нормально и хотя бы бизнес не погиб. Вот финансирование, что подразумевает под собой? Это финансирование части заработной платы, части арендных платежей и части коммунальных услуг. Вот. По моим расчетам была озвучена сумма поддержки 2 миллиарда тенге за каждый день при остановке бизнеса. Это система общепита, это система торговли и так далее. То есть на тот момент это была такая сумма. Я думаю, что бизнес необходимо поддержать. Естественно, есть сомнения в реалистичности заявленной вами суммы. Насколько бюджет местный либо республиканский сможет в 2 миллиарда в день тратить на поддержку бизнеса в Алматы? Максим? Сумма это, когда мы дальше начали считать сумму, 250 тысяч сотрудников, которые были просчитаны. Оказалось, что из них 132 тысячи устроены официально, остальные устроены неофициально. То есть сотрудники, которые фактически осуществляют работу, но не получают официальной зарплаты. То есть они получают зарплату в конвертах. И тут выявляется другая проблема. Проблема с закредитованностью населения. То есть почему сотрудники сейчас не хотят устроиться официально? Потому что они в большой своей массе должны по своим кредитным обязательствам, по тем обязательствам, которые они брали в долг в банках, они брали товары в рассрочку и не могут расплатиться. По нашему закону часть от заработной платы до 50% необходимо будет отдавать в банк от официальной заработной платы. Очень спасибо, что подняли эту проблему. В Казахстане на первое число текущего года свыше 2 миллионов человек находятся на просрочке по потребительским займам. Какое решение этой проблемы вы увидите? Максим? Плохо услышал вопрос. Спасибо, что вы подняли проблему закредитованности, которая стала видна уже с другого конца, что люди не входят в формальные трудовые отношения, чтобы не забирать деньги на оплату погашения кредитов. Тем не менее, мы видим, что за последние два года количество людей, которые не могут обслуживать свои кредиты, в основном это потреб займа, выросло на 500 тысяч и составляет на начало текущего года свыше 2 миллионов человек. Это практически 20% экономически активного населения. Это большая проблема. Какое решение вы можете предложить? Максим? Я плохо слышу вопрос из-за того, что я нахожусь на далеком расстоянии. Юлия Константиновна, тогда вам предложу. Представитель руководства НПП, видите ли вы в этом проблему? Как ее можно решить? Вы хотите, чтобы я вам проблему рассказала, которая действительно такая достаточно системная. Здесь же и структура потребления, это и структура занятости, это и структура доходов населения. То есть на самом деле, если человек берет займ на какой-то вид бизнеса свой, правильно же, под видом потребительского, и когда в момент пандемии ему перекрывается кислород, вообще поведение бизнеса абсолютно по разным причинам. Здесь даже не локдаун может быть основным, а вообще в целом, потому что вокруг у всех окружающих по этому бизнесу снизились доходы, конечно, ему тяжело вернуть. На самом деле, как выяснилось, вот мы разбирались, достаточно большое количество из вот этих вот займов, оно является займами на бизнес, правильно? Плюс займы были там и на той, займы были еще на какие-то другие виды деятельности, то есть люди рассчитывали на какие-то будущие потребления, которых в свете вот этих последних событий не оказалось. Конечно, произошел определенный перегрев на этом рынке. Можно даже, если можно прямо сказать, мне кажется, что ситуация девиантная, она экстраординарная, такого уровня закредитованности населения в Казахстане никогда не было. Ну да, но видите, это же... И у нас нет возможности выйти на банкротство, в отличие от юридических лиц. Ну, сейчас предлагаются какие-то решения со стороны агентства по регулированию. Я думаю, там вот эти консультации будут продолжены в формате проектного оборудования. Но их последние предложения, они как раз были, наоборот, направлены на расширение доступа к кредиту для физических лиц. Юлия Константиновна, не будем вдаваться, наверное, в эту ветку обсуждений. Вы, как НПП от Амикен, наверняка участвуете в дизайне, в разработке нового пакета мер поддержки МСБ. Расскажите, пожалуйста, в чем они будут заключаться? Рахим Закенович, вот я сегодня все-таки готовилась по другому направлению, да, и по новой ветке предложений от Амикена. Я, наверное, сильно подробно сказать вам не могу. Но в любом случае, вот я говорю, это те вещи, о которых я вам сказала, это и вопросы по отсрочке, значит, опять налогообложения. Это вопросы и по отсрочке уплаты в фонды, это вопросы опять реструктуризации займов, потому что они очень серьезно стоят для всех, от микробизнеса и до крупного бизнеса. Это вопросы поддержки по линии тарифного обеспечения и так далее. То есть все подробности обсуждаются на уровне проекта. Когда ожидается анонсирование объявления этого пакета мер? Мы ожидаем, что скоро. Скоро, это до конца весны, года? Мы ожидаем, что скоро. В ближайший месяц? Да. Вячеслав, разрешите вас снова подключить к беседе. Вы сейчас готовите проект по агрегированию информации в отношении государственных мер поддержки, которые работали еще до пандемии коронавируса. Расскажите о нем, пожалуйста, подробнее. Да, мы глубоко изучили проблему, собственно, доступа к мерам государственной поддержки и бизнеса. И есть большая проблема именно в разрозненности мер, в сложной доступности, большое количество операторов. То есть у каждого министерства есть свои меры господдержки. У каждого МИО, при каждом Акимате созданы региональные программы и так далее. И фактически сейчас предпринимателю, чтобы понять, какие меры господдержки ему подходят, на это уходит месяц, два, три. И, собственно, мы когда изучили вот эту воронку, динамику, мы поняли, что первый вопрос это, какие меры господдержки существуют? Второе, какие меры господдержки подходят мне? И третье, как на них, собственно, подать? Ну и, наверное, четвертое, основное, где обо всем этом узнать в одном месте, чтобы не бегать по всем институтам. Мы, соответственно, инициативно в Алмате при поддержке НПП, это Микена и Акимата, города Алматы, сейчас подняли пилот, в котором достаточно предпринимателю просто указать свой BIN или IN в системе. Пилот называется MSB.KZ, сайт заработает с понедельника, и, собственно, сделать, проверить. А система сама автоматически соберет из открытых источников данные по предпринимателю, то есть из статистики, из КГД, и предложит ему действующие меры государственной поддержки текущих институтов. Это гарантирование, субсидирование, это дешевые займы, это лизинг, это обучение, повышение квалификации и так далее. От нас там инициативное предложение, как только правительство совместно с Атамикеном разработает непосредственно вот эти адресные меры по пострадавшим отраслям, мы день в день можем как бы загрузить, и любой предприниматель, начиная от, может быть, владельца небольшого бутика или киоска, заканчивая крупной организацией, сможет там в течение пяти секунд узнать, какие меры поддержки для него существуют, что разработало правительство, и адресно поможем ему, собственно, подать. Такой вот агрегатор, наверное, больше marketplace мер государственной поддержки. Вячеслав, исходя из вашего опыта и анализа, как вы полагаете, действующие меры господдержки, их качество, их эффективность, их доступность достаточны или нет? И что можно было бы предложить еще правительству в качестве поддержки малого и среднего бизнеса? Хороший глубокий вопрос, Рахим, это, наверное, прям тема отдельного эфира. Здесь практически все меры господдержки, они структурированы, это оператор, администратор и кредитор. Оператор это чаще всего республиканские, то есть разработчики, администратор это МИО, которые ответственны за, собственно, внедрение и реализацию этой акиматы. И кредиторы это, то есть кредитующие организации. Но когда мы изучили непосредственно воронку этих обращений, мы поняли, что, в принципе, кредиторы это банки, это частные организации, понятно, они защищают свой кредитный портфель. И, соответственно, именно недостаток залогов, недостаток гарантии, недостаток ликвидности, да, уже сейчас практически у всех, если вы посмотрите рейтинги ПКБ, практически у всего бизнеса в Казахстане очень сильно испорчен кредитный рейтинг. То есть мы, я, ну, по нашей вот оценке, мы скоро столкнемся вообще с кредитным коллапсом в области малого и среднего бизнеса. Вот, поэтому первое, что мы смогли сделать, это как бы автоматизировать эти меры поддержки и подачи на них. Ну и дальше там, знаете, на самом деле, Рахим, есть самая большая проблема, это непосредственно вот административные барьеры при получении. То есть в любом случае, чтобы получить, допустим, потом меры поддержки, ты обязан будешь поменять вид деятельности. Потом тебе необходимо будет сделать, там получить, к монополистам пойти газ, свет, воду. И большая часть предпринимателей, она сыпется либо на залогах, либо потом на административных барьерах, которые, к сожалению, любой административный барьер вызывает большие коррупционные риски. Ну вот, как бы эта тема уже поднималась не раз. И мы на данный момент собираемся, то есть первую часть решить проблемы, ну а потом вместе с правительством у нас там есть конкретное предложение, как решать вот эти административные барьеры. То есть у нас есть практика, и мы готовы будем ей поделиться. Коллеги, если позволите, в оставшееся время я задам такой немного журналистское клише. Очень сложный вопрос. Вот назовите условно три ключевые проблемы, которые сейчас есть у бизнеса, за исключением ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса. Три ключевые проблемы? Ну, наверное, действительно, большая кредитная нагрузка, наверное, действительно, существенное снижение сбыта, уменьшение чека, ну и третье, наверное, действительно, коррупционные административные барьеры. И, наверное, высокие ставки, низкий доступ к финансам. Ну, оно, видите, взаимосвязано. То есть если бы вот это был нормальный доступ, наверное, можно было бы как-то свою задолженность вылечить, удлинить там и уменьшить и так далее. Вячеслав, у вас сложилось ощущение? Ну, есть действительно, это доступ к капиталу, да, это опять барьеры по этому доступу возникают. Второе, все-таки, высокая налоговая нагрузка в отраслях, где заняты, ну, там, креативная экономика, где труд используется, да, без производства, услуги. В этой части, ну, она довольно высокая. И, наверное, сейчас, ну, правильно регулирование, или, так сказать, неизменность правил, да, мы видим, там, допустим, нарушений Yellow Page очень много. И где бизнес мог бы зайти и решить эти вопросы, но они часто мы сталкиваемся. И вот сейчас последнее, ну, много предпринимателей именно по этому вопросу кричат. Ну, в целом, экономические индикаторы, конечно, вот 2021 год, как мне кажется, оптимистичные прогнозы не оправдались, он тяжелый, возможно, он будет еще тяжелее, чем 2020 год. Потому что никто же не оправился еще. Да. Плюс возможности бюджета значительно ниже для поддержки и населения, и бизнеса, чем это было в 2020 году. И вот ключевые индикаторы, которые, наверное, имеет смысл сказать. Мы говорили про рост, существенный рост закредитованности. На начало 2019 года было полтора миллиона, начало прошлого года 1,7 миллионов. Сейчас уже свыше 2 миллионов человек не могут обслуживать кредиты. Инфляция, на мой взгляд, выходит из-под контроля. У нас существенный рост импорта продовольствия, несмотря на то, что у нас... У нас вообще существенный рост импорта, несмотря на импортозамещение, хотя борьба идет. Мне кажется, Рахим Сакенович, надо на какой-то позитив в конце передачи выговорить. И на всем этом не очень позитивном фоне мы видим, что правительство готовит пакет мер поддержки МСБ, но какой мы точно не знаем. Ну, самое главное, что дискуссия идет. Это важно. Диалог всегда важен. Ну, было бы здорово, если бы она еще была относительно публичной. Ну, будем завершать. Спасибо большое вам за участие в эфире. Виталий, отдельно вам спасибо, наверное, от всего бизнеса Казахстана и от потребителей за инициативу разработки. Я так понимаю, сейчас вы собственник этого приложения, разработчик. И очень надеемся, что это будет каким-то решением, которое позволит найти компромисс между тем, чтобы не предотвращать распространение коронавируса, с одной стороны, с другой стороны, все-таки позволить малому и среднему бизнесу работать и принимать клиентов. Ну, и завершение, я хотел бы еще раз напомнить, что многие страны мира, такие как Франция, Греция, Китай, Израиль, Сингапур, Египет, уже успешно внедрили, используют подобную систему QR-кодов. И поможет ли бизнесу цифровой контроль пережить локдаун, покажет время и эффективно проведенная работа курирующих ведомств. Без успешной кампании вакцинации здесь, безусловно, не обойтись. С вами был Рахим Ошакбаев. Увидимся в следующем выпуске.